День добрый, с вами Смирнова Ирина. Сегодня мы поговорим об адаптивном шаблоне. Адаптивный или отзывчивый шаблон. Сегодня у нас тема такая. Мы определим, насколько наша тема или наш шаблон нашего блога соответствует вот этому требованию. Требованию выкладки внешнего вида шаблона, адаптации его к размеру дисплея мобильного устройства. Но не секрет, что сейчас практически основная масса пользуется мобильными устройствами или гаджетами, например, такими как планшетами или своими смартфонами, айфонами и так далее. Ситуация заключается в том, что у каждого смартфона, у каждого гаджета, у каждого планшета свое разрешение экрана. И очень важно, чтобы это разрешение экрана соответствовало размеру вашего блога. Потому что тогда, когда появляется колесо прокрутки, а именно бегунок внизу экрана, и приходится двигать этот бегунок влево-вправо, чтобы прочитать текст вашей статьи, естественно, человеку это сложно, он очень плохо читает текст, он плохо его видит, он перетруждает свои глаза, и поэтому он просто уходит с вашего блога. Поэтому сейчас такое требование, что шаблон вашего сайта должен быть адаптивным к мобильному устройству. Но давайте сначала определим, насколько адаптивен шаблон вашего сайта. Есть несколько способов такого контроля или такой аналитики. Первый способ – это способ находится прямо в админке вашего блога. Если у нас уже сделан вход в консоль блога, то мы можем зайти в настройки тему вот через эту опцию, которая находится вот на этом черном портале, как я говорю. Или мы можем зайти через консоль блога в эту же опцию, через опцию «Внешний вид настроек». У нас сейчас откроется наш сайт, где мы при настройке блога, любых опций блога, мы видим все изменения, происходящие на блоге. Так вот, здесь у нас есть с вами вот такие вот три картинки гаджетов. Вот это картинка стандартного монитора компьютера. И сейчас мы на нем находимся с правой стороны. Видите, я вижу, как отображается мой блог на мониторе компьютера. Это монитор планшета, опять же, стандартный. И я вижу, что у меня здесь практически вся информация выкладывается достаточно ровненько. Видите, нет никаких перекосов. И посмотрите, весь сайдбар ушел вниз, все виджеты сайдбара. И есть айфон или телефон, монитор телефона, где я тоже могу посмотреть. Видите, я вижу, что здесь практически вся информация считается достаточно нормально. То есть нет никаких проблем. Вот это первый способ. Теперь давайте рассмотрим другой способ. Есть еще специальные ресурсы, которые нам позволяют рассматривать внешний вид нашего сайта. Один из таких ресурсов, давайте я сразу скопирую вот эту вот ссылочку, чтобы мы могли зайти. Один из таких ресурсов называется ScreenFly. Он находится на QuickTools.com. Я вам ссылочку дала в статье. Здесь надо просто ввести адрес своего сайта. И вы увидите свой сайт здесь на мониторе. Обратите внимание на то, что здесь у нас есть возможность посмотреть десктопы. То есть рабочие столы мониторов с различным разрешением. 10, 12, 13, 15. Вот, например, 22. Давайте я посмотрю, каким образом будет смотреться на 22. На моем мониторе, естественно, будет смотреться неправильно. То есть минуленно будет использовать вот этот вот беденок, потому что размер моего монитора 15 дюймов. А вот 15 дюймов, видите, просматривается нормально. Я могу посмотреть на планшетах. Ну, например, вот на таком планшете я вижу, что все у меня просматривается корректно. Могу посмотреть вот на таком планшете. Тоже, видите, чуть-чуть больше. Но и сама информация моего блога, она здесь полностью все укладывается. Или могу посмотреть размеры на телефоне. Вот, например, самый маленький размер – это Motorola. И видите, вот у меня у Motorola и то здесь показано, что данный шаблон, он укладывается здесь. Вот видите, побольше. Он укладывается в размеры любого из этих телефонов. Вот видите, я здесь все практически – телефоны, айфоны, смартфоны. Самая главная вот размерность данного монитора. Это еще один способ проверки. Следующий способ проверки очень простой. Это способ использования клавиши на вашем клавиатуре F12. Если я нажимаю клавишу F12 на клавиатуре, у меня экран делится на коды, которые здесь я могу просмотреть благодаря этой клавише. Нас сейчас интересует посмотреть размерность, каким образом будет выглядеть мой сайт при определенных размерах. Вот посмотрите, я нажимаю вот на эту кнопочку, показано в дисплее, да? И здесь показаны размеры. Вот они размеры. Я прошу показать свой блок с 100% содержанием. Я начинаю двигать, увеличивать размер дисплея. Я вижу, как у меня адаптивно, то есть отзывчиво шаблоны реагирует на это увеличение. Я вижу размерность дисплея, показанная у меня здесь. Я могу ее сузить до очень маленьких размеров. Вот видите, вот таким образом она мне будет смотреться при размере 158 на 524. То есть здесь вот тоже есть такая возможность просмотра вот этого самого сайта вот на определенного размера мобильного устройства. Ну и последний способ – это способ работы с Гуглом. То есть у Гугла у нас Search Console, так называемая вот ссылочка в данном случае у нас на эту опцию. Но здесь выход конкретно на опцию «Дружественное отношение к мобильному устройству». Видите, Mobile Friendly. То есть вот проверка оптимизации для мобильных. Здесь достаточно ввести URL. Я ввела URL собственного сайта «Рыжего». И я вижу здесь, что у меня показано, что страница оптимизирована для мобильного устройства. Обратите внимание на то, что здесь написано «Страница оптимизирована для мобильного устройства». Это значит, что здесь идет проверка не адаптивности вашего сайта к размерам мобильных устройств, но и еще некоторые моменты, которые очень важны, которые очень важны для пользователя, когда он просматривает ваш сайт. Но об этих настройках мы поговорим в следующем видео, которое будет опубликовано в следующей статье. А сейчас вы можете перейти на статью моего блога. Ссылочку на эту статью вы увидите под этим видео. Жду вас на своем блоге. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина.